Вступительная кампания для желающих получить среднее специальное образование идет полным ходом. Более 200 колледжей предлагают на выбор порядка 160 специальностей. На бюджет документы можно подать до 6 августа, на платное до 13. Традиционно прием осуществляется по среднему баллу аттестата. Самое большое количество мест предусмотрено по инженерным специальностям. В Беларуси с 1 августа начнется выплата единовременной матпомощи к школе. Она положена многодетным семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, а также малообеспеченным. На приемных детей или тех, кто под опекой, эта поддержка распространяется также. Размер 30% от бюджета прожиточного минимума. Сумма предусмотрена на каждого ребенка школьника. Согласно текущему графику на 2024 капитальному ремонту жилищного фонда в Бобруйске подлежат 14 объектов. Большинство уже сданы. Обязанности организации подрядов в большинстве заказов выполняют ЖРЭУ Ленинского и Первомайского районов. До конца года обновится облик пятого дома по Гагарина. На 50 лет в ЛКСМ и Чапаево в подъездах четырех многоквартирников будут заменены пассажирские лифты. Плановые отключения воды продолжаются в Бобруйске. С 22 июля по 3 августа горячая вода исчезнет по улицам Октябрьской, Карломаркса, Первомайской, Пушкина, Гоголя и прилегающих к ним. Временное неудобство связано с проведением планового ремонта теплотрасс БТС. С полным графиком можно ознакомиться на сайте Бобруйского горисполкома или на boberlife.by. Бобруйчанин Станислав Савельев стал чемпионом мира среди молодежи. Юноша одержал победу, проявив себя в гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 18 лет и спортсменов моложе 23. Первенство планеты проходит в волгарском Пловдиве.